В Управлении образованием прошло заседание Совета при главе по вопросам системы о финансировании дополнительного образования детей. Юлия Костромина расскажет подробно. На совещании отметили, что в качестве приоритетных целей всех проектов в первую очередь являются проекты, связанные с образованием. Рассматриваются вопросы с обеспечением мест в дошкольных образовательных учреждениях не только возрастом с трех лет, но и более меньшую возрастную группу. Создание условий пребывания детей и актуальность наличия вторых смен в школах с условием демографического положения. То, что является предметом рассмотрения, это, конечно, дополнительное образование. Могу отметить, что сегодня даже в рамках такой вот интенсивной работы я посетила одно из учреждений, скажу так, дополнительного образования, спортивной направленности на предмет оценки тех условий, в которых занимаются наши дети. Сегодня мы встречались и с тренерским составом, и со спортсменами, и с детьми. Особенно больно, что мы встречались с детьми, которые посещают летний лагерь. Мне бы хотелось и обратиться к вам, потому что я знаю, что вы очень успешны в реализации нацпроекта в части обеспеченности, с учебным оборудованием и инвентарем, посмотреть, еще раз проанализировать. Это фактически вот ежегодно то, что я говорю, Светлана Анатольевна. Проинвентаризировать, да, замену оборудования, посмотреть по возможности, передать, если это возможно, использовать, к нам в муниципальную позу, чтобы мы могли так же применить. Приоритетными задачами в сфере дополнительного образования является расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей в сфере образования. Представление им выбора общеобразовательных программ, повышение качества и доступности, обновление содержания в зависимости интересов детей и потребностям семьи. Чтобы учесть потребности всех детей по интересам, вводится еще одно понятие – система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Эта система предусматривающая закрепление обязательств государства по оплате того образования, в котором прежде всего заинтересован ребенок, семья. ПФДО реализуется через механизмы персонифицированного финансирования и персонифицированного учета услуг образования посредством предоставления детям сертификатов дополнительного образования. С 1 января 2019 года АСБЕС является одним из 42 муниципальных образований Свердловской области, внедряющих в пилотном режиме эту систему. Мероприятия будут реализовывать два этапа. Первый этап – 2019 год, второй этап – 2020 и 2021 год. В 2019 году не менее 5% детей с 5 до 18 лет – это 9 тысяч детей – будут охвачены новой системой финансирования дополнительного образования, то есть порядка 450 человек. Дети получат возможность бесплатно обучаться в любых организациях, в том числе, где родителям приходится платить свои деньги, но при условии вхождения в последний региональный реестр поставщиков услуг дополнительного образования. У образовательных организаций, оказывающих качественные и востребованные услуги, появляется возможность привлекать дополнительное бюджетное финансирование. Происходит оздоровление образовательных программ и услуг, финансируемых за счет бюджетных средств на разных уровнях, их ориентация на то, что действительно известно детям, семье. 15 августа 2019 года планируется принимать заявления от родителей на определенные программы. Сертификат не нужно будет получать каждый учебный год, он будет выдаваться один раз за весь учебный процесс. После приобретения сертификата ребенок вносится в реестр, после чего может посещать интересующие его кружки или секции. Зачисление на обучение начинается с сентября месяца, но зачисление на кружки и секции без сертификата будет невозможно. Юлия Костромина, Максим Фетисов, Новости АТВ.